Добрый день, мы в Берлине, группа B2. Они сегодня ответят на ваши вопросы, на вопросы читателей портала RusLive. Вы только что были в майке сборной России, если можно начать с футбола. Вчера победа вас обрадовала все-таки на чемпионате Европы? Странный вопрос, конечно, обрадовала. Я смотрел сегодня повторе, потому что я в этот момент летел в самолете из Испании в Бриллин. Конечно, очень порадовала. Расскажи, ты майку где взял? Да, мне, собственно говоря, подарил Роман сам, непосредственно. Абрамович? Да. Наши цены спрашивают, насколько вы вообще интересуетесь футболом и кого вы считаете фаворитом чемпионата Европы? Я очень трудно сейчас говорить, потому что все ориентиры меняются. Каждый год каждая страна преподносит очень большие сюрпризы. Это касается и нашей сборной тоже. Поэтому я думаю, что в данном случае я буду болеть за наших ребят. Ну, а там посмотрим, что будет. А я футболом вообще не интересуюсь. То есть мне Лёва или водитель наш докладывают про что происходит. Ну, это так, интерес такой. Я не футбольный фанат. Сегодня вы в Берлине. Это будет ваш единственный концерт в этом году в Германии? Ну, в этом году, да. А в следующем году, я думаю, в конце апреля, мы уже с ребятами, вот сейчас, с кем уже давно сотрудничаем, будем делать большой тур, по-моему, от 8 до 10 городов. Вот прямо сейчас договорились. Так что, я думаю, через год в Берлине мы объявимся опять. И там будет много городов. Конечно, да. А чем отличаются концерты в России от концертов в Германии? Мне кажется, ничем. Посмотрите, там все будут нам подпевать. Если люди приходят по доброй воле на наш концерт, то ничем. А вот в каких регионах России вам особо нравится выступать? Да нам везде нравится выступать. Один сейчас спросил, когда будет ближайший концерт в Минске? В Минске ближайший концерт будет во второй половине ноября. У нас будет белорусский тур в поддержку альбома Spirit. И там, по-моему, 4 города будет. В Минске в том числе. Вашим интервью про пластинку Spirit вы говорили, что... Одним из первых создали новый вид пластинок в виде цифрового приложения. Первый. В общем, эта история как бы уже имела какое-то определенное начало в России. Так как мы сделали приложение, да. Да, это было, конечно, первое. Мы выпускали этот альбом без участия record label. Мы создали портал planeta.ru, на котором поклонники за полгода мы выставили две акции. То есть они могли купить акцию за 250 рублей, либо за 1000. И собранных денег частично хватило оплатить там запись альбома. Ну, то есть вот такой первый опыт. И мы думаем, что мы будем дальше продолжать. Это интересная история. А вот смотрите, вот там есть Максим, вот Максим. Он, кстати, идеолог и создатель. Вот мы поговорим, и вы у него все расскажете. Еще вот можно пару слов про альбом Spirit? Почему такое название избрали? Нет, мы не можем никак объяснять, потому что мне кажется, что должны самые слушатели, наши поклонники додумывать, в общем, всю идеологию, которую мы привносим в наши пластинки. Мы сейчас живем в такое время, как вот время интернета, к сожалению, пиратства. Вот вопрос, стоит ли сейчас вообще выпускать альбомы? Конечно, стоит. И странный вопрос, потому что музыкант выпускает альбомы, потому что у него песни, это следующий шаг. И ту систему, рекорд-компании практически все уходят в небытие. Поэтому мы придумали новый схем, при котором мы сотрудничаем напрямую с поклонниками. И у многих групп, не только у B2, а у молодых групп, становится много шансов сделать альбом благодаря своим поклонникам. Многие учитатели интересуются, как вообще использовать интернет, чтобы продвигать вот свои вот альбомы, свое творчество? Ну да. Ну и как бы использовать свой сайт или использовать другие ресурсы тоже? Нет, мы используем свой сайт, мы используем все площадки Twitter, ВКонтакте, Facebook, а также Planeta.ru, это основной портал, на котором замыкается все. Вы сами лично общаетесь через Twitter с читателями? Ну иногда общаемся, конечно, но у нас есть модераторы, которые за этим сидят каждый день. Но во многом мы сами, конечно, заходим, смотрим, общаемся и отвечаем. Тут было несколько вопросов. Как стать успешным молодым рок-музыкантом? Родиться им, не знаю, мы не ответим вам. Нет какой-то формулы успеха? Абсолютно никак. Еще один вопрос, вот можно ли без денег пробиться наверх? Да, абсолютно. Есть масса, масса примеров в Англии, Arctic Monkeys, благодаря MySpace, в России, там, Петр Налич и масса артистов, которые благодаря YouTube продвинули свое творчество. Какую музыку вы любите слушать в свободное время? Ну если вы знаете, мы открыли интернет-радиостанцию, субстанция.ру, которая вещает 24 часа в сутки, инди-рок, инди-поп и инди-рок. Ну вот, ну из последних релизов, я не знаю, Касабин, Ричард Хаули, Метрик, Arctic Monkeys, Elbow и так далее. Сегодня нам, как бы, сказали организаторы, что звоночек вы делали с 9 утра до 12, как бы, в течение трех... Тех персонала мы делали час. Вы делали час. А всегда долго происходит? Конечно, иногда и дольше. Ну, обычно у нас такая уже налаженная система, тех персонал приезжает за 2 часа, а мы за час. Вот, а выступление на таком фестивале, как сегодня, несколько отличается от концертного турне? Ну, с этого мы, конечно, поменяли. Мы не стали играть много новых песен, потому что не знаем, знают ли наш материал, поэтому мы... Сегодня будет больше песен известных, чем новых. И последнее, как бы, вот, если можно, несколько пожеланий наших, вашим поклонникам в Германии, в Европе, тем более, что у вас скоро будет турне в Германии снова. Они наши поклонники, которые проживают в Германии и вообще во всей объединенной Европе. Спасибо вам, родные, за поддержку и помощь. Любите друг друга. God bless you. Группа Би-2. Спасибо.